Итак, давайте начнем. Всем добрый вечер. Рад, что вам удалось, скажем так, уделить время нашей теме. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно использовать грепы, то есть это поисковые запросы в оформлении стилистики текста. То есть этот момент нужно, скажем так, обсудить и разобраться, к чему и как это все происходит. Ну, в любом случае, когда мы говорим с вами об индизайне, в индизайне все, что мы делаем, должно проходить с точки зрения оформления стилистического. То есть основной стиль текста и плюс дополнительные оформительские какие-то вещи. Ну, то есть элементарно, вот у меня есть текст, которому я задам определенный стиль. Сейчас у меня таблица стиль, давайте я уберу лишнее, пустует. Обычный я уберу, он мне не нужен. Paragraph style. Вот, у меня есть Paragraph Styles, Character Styles, и они сейчас пусты. В любом случае, мне требуют оформить. Единственное, крупнее я могу попробовать, конечно, расширение экрана поменять. А то, может быть, еще хуже. Посмотрим. Ну, я надеюсь, лучше видно. Конечно, мне от этого хуже стало. Так, ну ладно. Первое, да, мы в любом случае пишем стилистику для текста, для работы. Вот. И я задаю сразу, да, что у меня тут должно быть. Должно быть. Будет Paragraph Style. Я изначально здесь сразу все необходимое расставил. То есть, в принципе, как бы текст уже сформатированный. Единственное, что я задам стилистику, ну, чтобы как бы не тратить время на форматирование, в принципе. Потому что основа форматирования, ну, на первых частях. Дизайн там обсуждаем и тому подобное. Итак, задаю стилистику. Называю, что это будет основной у меня набор текста. Мой набор. Соответственно, весь текст я привязываю к этому основному набору. Но, исходя из того, что у меня здесь имеется, я сразу могу потерять, в принципе, как бы остальное форматирование, которое у меня идет постепенно. Поэтому я задам, наверное, все-таки Character Style, основные элементы основного набора. То есть, в данном случае это у меня будет курсив. Я задам курсив. Это у меня курсив. Можно привязаться в тексте к курсиву, как есть. Можно поступить несколько иначе, о чем я подальше чуть позже поговорю. Вот. Я не буду всему сейчас прописывать, что здесь должен быть курсив. Это мы можем организовать несколько иначе. Вот. Здесь же у меня указана табуляция. Вот она есть. Табуляция у меня имеет какую-то структуру. Также вижу, что это основной набор. Вот. И укажу, что это табуляция. Стилистика создана. Размер 6. И давайте трекинг вот, может, увеличу, чтобы точечки были подальше друг от друга. Трекинг. Пусть будет 300. Так будет заметней. Вот. Заодно и вот здесь тоже мне нужно будет увидеть. Итак, стилистика имеется. Ну, тут, в принципе, можно задать дополнительную стилистику разрядки. Но это уже не принципиально. Не принципиально. Чем полезен мне греб-стиль? Греб. Во-первых, что такое греб? Греб – это, скажем так, поисковые запросы. То есть, у нас есть запросы поисковые, текстовые, которые мы можем организовать. А также есть поисковые запросы, которые предусматривают какие-то определенные команды. Интересующие нас. То есть, определенные команды относятся к набору, скажем так, перечисления на определенных каких-то условиях. То есть, у нас есть, допустим, вот у меня подписано 111G. То есть, в данном случае этот запрос предусматривает поиск всех дат. Любую дату, поиск любой даты. И с указанием, что между датой и G точка, то есть, указанием года, будет неразрывный пробел. То есть, он заложен изначально, как это должно выглядеть. То есть, сам поиск. Мне же сейчас в данном случае интересно будет другое. Потому что запрос поиска и замены это одно, а применение стилистики на основе вот этого запроса это уже немножечко другое. То есть, поиск и замены предусматривает, что я что-то хочу на что-то поменять. И это, кстати, базовая основа действия при чистке текста. А потом уже основываясь на этом, вы можете привязаться к определенной стилистике. Например, вот мы заложили, что у нас есть понятие табуляции. Причем, как бы я могу сразу сейчас выставить, что табуляция у нас имеет какие-то значения. То есть, опять же, дополню эту табуляцию, чтобы она была, допустим, по ширине колонки. Применяю команду object type tabs. Указываю, что табулятор должен идти до какого-то определенного момента. Вот у меня табуляция. Включена. Есть. Естественно, после этого у меня основной набор приобрел изменения. Я сейчас впишу эти значения в него непосредственно. То есть, я применяю redefine style. В принципе, все, кто у меня табуляцию использовали и были с примененным данным стилем, то они сразу приобретают данные значения. Но у нас есть вот разница. Давайте я к остальным применю. Ну, ко всему вот так подряд сейчас не буду сразу, потому что у меня тут еще и курсивчики, в принципе, есть. Я не хочу. Хотя можно будет. Вот. Давайте так. Выделю. Пусть там страницы слетят. Ничего страшного. Потом тоже можно будет, если что, найти. Это основной набор. Вот они все встали у меня, как положено. Все есть. Но, в отличие от той табуляции, которую я заложил, остальная табуляция сейчас имеет значение все такое же плотное, как и было. Я могу внести коррективы в этот основной набор, и они будут выглядеть вот каким образом. Захожу в свойства основного набора. Вижу здесь очень много всего перечисления. Но, также, у нас есть греб-стайл. Это стилистика прописывания стилей на основе греб-поиска. Ну, как-то так будет выглядеть. То есть, я говорю, что у меня есть новый греб, в котором идет указание, что я ищу. По сути, я ищу здесь в тексте табуляцию, которая регулярно повторяется и применяется. В общем-то, я так и сделаю. Я ищу табуляцию. А так как я ищу табуляцию, меня интересует также применение стилистики. И стилистику я при этом сохранил. Она у меня есть, как стилистика таб. То есть, если я сейчас скажу, что регуляция, которая находится в этом тексте, должна быть оформлена как таб. Я увижу. Увижу я. Что у меня все сразу преобразовалось. Вот оно. Я больше ничего не делал. У меня теперь все это прописано. И если мне захочется поменять структуру, или я буду печатать новый текст какой-то, мне не нужно уже будет что-то предусматривать, как будет выглядеть табуляция и так далее. Любую табуляцию, которую я ставлю, найдет автоматически уже в этом под этим подтекстом. Причем, помимо этого, у меня еще длинные тире есть. Давайте я длинные тире поставлю. Там 85-я страничка. Я также могу прописать или указать, что длинные тире и цифры должны быть у меня жирными. То есть для этого я опять же выделю сейчас текстовку. Циферку вот она. Скажу, что она у меня новый стиль. И вижу болт. Я также здесь поменю, что это болт. Применить к выделенному. Есть стилистика привязана. И произведу также корректировку вот этого основного набора. Основного набора. Где еще добавлю греб стайл. Греб стайл у меня должен быть посвящен цифрам. Но перед тем, как увидеть цифру, я должен сначала сориентироваться, что меня интересует наличие длинного тире, например. То есть я говорю, что меня интересуют длинные тире. Это mspace. Дальше. Интересуют цифры и любая цифра. Я говорю, что действие будет жирненьким. Включил. И что я вижу? Я сразу вижу, как у меня в этом тексте весь текст жирненький. Результатик. То есть получается, что после того, как я вписал эту стилистику, то есть поиск и применение стилей внутри непосредственно самого набора, самого стиля, теперь получается, я перехожу к следующей строке, что-то печатаю, неважно что, то есть неважно какого содержания. Главное, что если, как только я нажимаю табуляцию, меня сразу проставляется необходимая табуляция, как-то я прописал, что меня интересуют длинные тире и тире, она автоматически становится длинной. И от этого теперь не уйти. Это прописано именно в стилистике набора, и мне не нужно вручную теперь показывать, что должно быть там жирненьким, что должна быть какая-то буляция, что должно быть. Оно все вставляется в автоматическое движение. Это вот основной тогда получается функционал формирутирование текста на автомате. Если посмотреть дальше, по тексту пройдусь, у меня дальше есть большой набор текста, тут даже тоже есть текстовочка, всякая-привсякая текстовочка. И я хотел бы в этой текстовке, пусть будет это базовый набор, я также обозначу, что это базовый набор, основной набор я пока трогать не буду, я создам новый стиль, новости, набор 2, вот он, применяю все это как набор 2, единственное, я делал ошибочку, мне стоило бы взять за набор 1, лучше взять то, что не имеет буквицы, потому что буквицы это отдельная стилистика, применяю набор 2, пусть будет сейчас что-то тут уйдет, ничего страшного в этом нет, тут главное мне сориентироваться на дальнейшую, как будто на манипуляцию, и на дальнейшее форматирование. допустим, меня интересует форматирование некоторых моментов, ну хотя бы, допустим, то что, опять же, цифроскопка, которая здесь присутствует, они тоже должны быть выделены жирно, соответственно, чтобы они так себя вели, чтобы я видел, как они выглядят, я напишу стиль, то есть дополнительно в стиле пропишу какие-то действия, эти действия будут как поиск непосредственно, вот я тут уже подготовил заранее, чтобы сейчас не придумывать все это, это поиск цифры и скобки жирные, вот у меня есть такая формула поиска, перед тем, как использовать различные формулы, это рекомендуется общим, в общем, рекомендуется сначала проверить работоспособности, то есть элементарно зайти в поиск и замену, сказать, что меня интересует поиск, вот я набрал, и нажму Find, вижу, что поиск работает, раз скобка, два, три, то есть как бы ищет все цифры со скобками, меня устраивает то, что это происходит, вот, соответственно, мне нужно теперь просто задать, прописать, как это должно быть в стилистике, да, соответственно, я говорю, что мне идет набор 2, и Grab вставил, да, добавляю новый стиль, опять же указываю здесь сформированную формулу, да, поиска, формулу поиска, и, конечно, указываю, как это будет выглядеть, ну, я привязывался, жирность у меня здесь есть уже, стилистика, поэтому добавляю болт, и не хочет, основной набор, давайте сделаем, понял, искать он в этом случае не хочет, хотя работает, давайте попробуем тогда, вот такой образ, единственное, у меня подозрение, что он, сейчас, он отказывается искать на условиях, что если, да, то есть условие было, то, что надо искать цифру, перед которой есть Enter, да, то есть непосредственно внесенный конец параграфа, вот, ну, здесь тогда есть небольшие погрешности, тут нужно учитывать и применять, наверное, немножечко другую характеристику, то есть, в данном случае, при форматировании текста, возможно, допустим, указание каких-то специальных пробелов, то есть элементарно, если я здесь буду ставить короткий пробел, то можно прописать поиск, непосредственно любой цифры, скобка, и с коротким пробелом, понятное дело, что есть понятие нумерации, да, если мы ее вставляем, и там тоже стилистика, это прописывает, но здесь я имею в виду то, что, как бы, если уже расставлено это все вручную, не всегда нам приходится при работе с текстом самостоятельно прописывать эти вещи, да, они, возможно, уже кем-то расставлены, и это позволяет нам хотя бы хоть как-то сформировать структуру, вот, к тому же, опять же, ссылаясь на некоторые другие тексты, да, тексты с кроссвордами и прочим, там нумерация идет на постоянной основе, и там это тоже можно выполнять, то есть, это поиск цифр, там точка на определенных условиях и, конечно, что-то замена, не замена, а применение стилистики, вот, аналогичное применение стиля можно произвести и на основе, вот, здесь тоже есть предложенное, текст в кавычках, и мне нужно, чтобы весь текст в кавычках, который присутствует, тут, он должен быть курсивом, соответственно, как бы, единственное, что, опять же, условия возможности, может, они будут выполняться, тогда придется указать, что весь текст, вместе с кавычками, будет курсивом, вот, но на тут можно пойти немножечко по другому пути, вот, но это будет очень важно тогда для тех, кто набирает текст, потому что, как бы, когда набираем текст, там надо поставить, ну, как он может быть, специальный символ, ну, или поиском замену, сначала добиться какого-то результата, ну, это я сейчас обещаю, например, вот, то есть, если я беру и вписываю, да, опять же, стилистику, второнечки, основной ногой, скопирую сначала, сейчас посмотрим, как он будет, в этом плане работать, вот, включаем, припоставим, новый, добавить, и будет курсив, а вот в этом случае, видите, он работает, да, то есть, видимо, его смущало поиск, поиск команды, конец абзаца, то есть, он из-за этого жирность-то и не хотел ставить, вот, в остальных же случаях, вот, он, пожалуйста, учел, и я вижу, что все, что находится у меня в кавычках, да, я сейчас это ничего не форматировал, у меня было все сброшено, вот, все он теперь сделал самостоятельно и курсивно, то есть, изначально, получается, достаточно просто поставить кавычки, и все будет сразу сформировано, вот, аналогично, вот тут, кстати, есть момент, то, что, как бы, указано в тексте тирешки, они все очень низко опущены, это нормальная ситуация, учитывая то, что здесь раньше использовался другой шрифт, а в шрифте символ в виде этого, в виде этого тире был очень высоко затрон, то есть, бывают такие шрифты, в которых символы выглядят не очень красиво, то есть, сейчас он, понятное дело, вот так, это его нормальное состояние, да, а иногда бывает, что встречаем, что он слишком сильно поднят или слишком низко опущен, и вы можете эти вещи контролировать, используя, используя какой-то определенный шрифт, определенный, определенное начертание, если вы видите, что символ выглядит не так, и вам приходится постоянно его изменять, проще в грепах заложить поиск, отслеживание этого символа, буквально, да, и изменение его характеристик на основе стилистики, но, как я уже сказал, в любом случае, стиль изначально надо создать, то есть, если я хочу, чтобы сейчас у меня все, все эти тире были нормальные, понятное дело, что у меня сейчас все эти тире, наоборот, идут с минусовой, минус один, у него изначально здесь так указано, но я хотел бы, допустим, приподнять чуть-чуть, плюс один, вот таким образом, то есть, я что делаю, я опять же, в стиле неститет, захожу в, так, для начала, плюс один, это надо сохранить, да, как мы уже сказали, это текст, character style, напишу, плюс один, не буду писать, baseline grid, это от базовой сетки, просто окей, baseline shift, смещение от базовой сетки, стилистика готова, и меня это устраивает, соответственно, в базовом наборе, я применяю греб style, где был новый греб, и здесь я уже ищу сейчас, учитывая то, что я даже ссылаюсь на не какой-то формульный поиск, а лентарный поиск символа, он здесь доступен, то есть, я говорю, что я ищу короткое тире, он мне используется короткое тире, half and dash, send dash, здесь вы должны понимать, что вы можете закладывать обыкновенные вещи, но тире должны в тексте тогда совпадать, потому что единый тире есть короткий тире, надо как-то изначально привести все к общему знаменателю, то есть, поиском и заменой элементарно, и после чего я говорю, что я применяю это плюс один, опять же, включив, я ну, надо обновить все, все этот набор, вот, и при обновлении я вижу, что все теперь, тирешки уже приподняты, то есть, и постановка нового тире, в любом случае, приведет его к постановке на пункт выше, всегда, и только буквально, ну, какой только буквально, теперь даже принудительно не получится сделать ниже или выше, да, то есть, здесь железобетонно все установлено, то есть, даже специально попробовать изменить данные значения, уже не получится, вот, так что имейте в виду, и, как бы, тоже, как бы, палка на двух концах, если надо что-то буквально сделать самостоятельно, вручную, что-то в одном месте какому-то подбить, это уже не прокатит, потому что здесь заложена определенная логика, вот, без этой логики, допустим, путями надо сделать прямо, посмотрим, захочет он, видите, он нас игнорирует, достаточно жестоко игнорирует, вот, если мы не в курсе о том, как это или что может повлиять на это, почему мы попадаем в игнор, конечно, может вызвать даже панику, в принципе, то же самое, что и касается поиска и замена, точнее поиска, вот, как у меня здесь указано, имена, фамилии прописными, здесь, я хотел, чтобы у меня имена, отчество и фамилии, вот, как вот здесь, стали все заглавными, прописными, так сказать, вот, что я в этом случае делаю, опять же, у меня есть формула поиска, да, тут такая формула, скромная формула поиска этих имен и фамилий, вот, но с именами фамилии сразу хочу предупредить, есть определенный нюанс, то есть надо учесть возможности, и может быть не ко всему применять к стилистику, а к каким-то конкретным, потому что в некоторых случаях есть понятие ДС Лихачев, да, вот смотрите, а с другой стороны есть аппрессион РГ, то есть наоборот, наоборот, и тут могут возникнуть всякие непонятки, потому что, если вы примените тот же самый стиль, вот, на эту текстовку, хотя эта текстовка будет отличаться по своей структуре, да, от другой, то может получиться какая-то ситуация, он будет воспринимать как НЛ лингву культурологическое, да, то есть как бы мешать, она будет здесь ни при чем, вот, и это надо просто учесть, и по тексту, да, в тексте в любом случае, если есть основной набор текста, там идет все равно в одном ключе, это, да, если другой набор текста, то это уже в другом, там, что здесь это написано список литературы, и было бы неплохо, чтобы список литературы, это был совершенно отдельный, отдельная стилистика, где вы можете прописать тогда наоборот, поиск и замену, то есть как бы, точнее, поиск и применение, вот, чтобы все было по-другому, ну, я применю сейчас ко всему, не буду обращать внимание на всякие вот эти нюансы, все-таки, как бы сейчас мы говорим о знакомстве, и чем это полезно форматирование, да, и попробую заложить вот эту, структуру, то есть, обращу внимание, что мой поиск предусматривает, по идее, мы сейчас проверим, поиск как просто имени, фамилии, так имени, отчества и фамилии, вот, ну, проверим, так, я захожу в набор, точнее, давайте сначала копируем, скопируем, поиск, замену, вот этот скромный поиск, добавлю еще одну стилистику, и в этот раз будет стилистика выглядеть вот таким образом, так, ну, вроде, все перенеслось четко, и стилистику поменяю, что это будет, а я не заложил другого, так, давайте окей, нажму пока, и все-таки пропишу стиль, который называется у нас заглавными прописанными, давайте так, новый стиль, сразу видно, все заглавные, это обратно верну, не было, здесь у нас греб стилистика есть, и говорю, что надо ну вот, она сразу сработала, видно, что Леонтьев мешать, ну, давайте, там у нас были Бродский, пожалуйста, Жигов, Соловьев, все заработало, все четко работает, все безукоризненно работает, и мне, получается, не требуется уже обращать внимание на то, что там фамилия как-то не так выглядит, да, все проработано и заложено сразу, то есть, если я набираю текст, ну, как я говорил, да, я на Олдингу культурологическое, уже по-другому немножечко работать, потому что надо менять, по-другому, вот, ну, а в целом, получается, у нас сформирован, да, и при форматировании текста я уже не буду обращать внимание на жирности, я не буду обращать внимание на некоторые жирности, да, на некоторые курсивы и прочее, вот, также мы можем сделать, чтобы у нас все формировалось должным образом, например, поиском и заменой произвести какие-то предварительные действия, да, чтобы на основе этих предварительных действий заработала структура, заложенные внутри нашего же непосредственно стиля, да, элементарно, вот, как я сказал, что, где у нас цифра-скобка, да, может быть, я бы сначала организовал поиск этой цифры-скобки или, может быть, каких-то специальных элементов с дополнением какого-нибудь маленького символа, да, элементарно, какого-нибудь простейшего символа, или, например, вот, мне нужно будет выделить все квадратные скобки и содержимое, ну, тут все просто, квадратные скобки, они, может быть, где-то ничего не появляются, но если мне нужно прямо выделить что-то, какие-то конкретные слова и прочее, да, я могу задать поиск, может быть, этих конкретных слов, да, задать, что, ведь я же не могу это конкретное слово прописать в греб, потому что греб, это все-таки поиск символный, да, то есть какие-то наборы основные, поэтому я могу сделать так, что на основе каких-то слов или элементов у нас будет стоять какой-нибудь микросимвол, например, есть же такие пробелы, те же самые пробелы, которые имеют очень маленькую структуру, да, по-своему, то есть если я применяю какой-нибудь white space и скажу, что не существует higher space, да, это буквально пробел, который, как волосок, вот он, вот он, да, вот он, маленький-маленький пробел, фактически он никак не заметен в тексте, но он присутствует, а если он присутствует, значит мы можем уже организовать, допустим, поиск и форматирование на основе вот этого малого пробела и, допустим, целого слова, которое идет после него, да, и задать ему какую-то структуру, то есть задать ему какое-то форматирование, ну это уже, скажем так, главная фантазия и все зависит от того, какой текст у вас, с каким текстом вы работаете, понятное дело, что предусмотреть, когда я верстаю единичные издания, многие вещи невозможно, да, но если вы верстаете что-то периодическое, газеты там или журналы, да, элементарные каталоги, те же самые, то постепенно можно действительно выработать поиск необходимых элементов, которые у вас идут на постоянной основе и сделать общую такую концепцию, знаменатель, как говорится, когда вам достаточно просто сказать, что у него стиль, параграф, стайл такой, да, и как только вы это применили, все внутреннее содержимое, которое требует, опять же, изначально нашей вычитки, требовало ранее вычитки, да, становится сразу сформированным под необходимые критерии, то есть, и получается в вашем периодическом издании будет постоянство визуализации, да, вот, и в то же время вы экономите на этом время, причем значительно экономите, вот, ну, это уже, как бы, зависит все, как я сказал, от текста, и непосредственно, как часто вы с ним работаете, вот, как-то так, понятно, для чего нужно вот это применение в стилистиках Греб Стайл, есть ли вопросы о применении, по поводу написания я могу сразу сказать, что на третьей части курса Индизайн мы, да, общаемся на тему, как создаются Гребы, да, как организовывается поиск Гребов, то есть, не поиск, а формирование вот этих Гребов, да, то есть, как сделается поисковый запрос, вот, а потом уже, конечно, обсуждаем, ну, здесь я уже показал, в принципе, применение его, вот, как одно из применений, также, как бы, там тоже мы говорим о конкретике, ну, там самое главное на нашем курсе именно о создании вот этого поискового запроса, так, я вижу поднятые руки, только я не вижу, можно в чате писать, если вы что-то хотите спросить, потому что так, вроде, я нигде не вижу, что вы там пишете, все понятно, хорошо, прекрасно, так, у других есть ли вопросы, если вопросов нет, конечно, я тогда, на сегодня, тогда останавливаюсь, я думаю, что в следующий раз будет не менее интересно, что-нибудь интересно, увлекательное, вот, что ж, если все, все понятно, тогда, да, на этом я останавливаюсь, видео потом будет отдельно выложены если что можно будет смотреть и буду рад видеть вас на наших курсах там индизайн любой из частей если что-то вы не знаете и не знаете про стилистики или форматирование приходите на курсы которые будут до данность дизайн 1 уровень 2 я думаю что на всех курсах по индизайну у нас интересно все окей до встречи всем удачи